Да, мы приготовили для вас несколько фраз. Также нам зал немножечко поможет, ребят, поэтому креативти. Фразы это «Я уже вас ненавижу». Это знаменитые крылатые фразы из нашей сферы. Вот, собственно, из гиг и поп-культуры. Да, не большое пояснись от этого зала. У нас есть несколько заготовочек, но газ слишком много оказалось, поэтому надо что-то еще дополнительно придумать. Суть такова. Подумайте о каких-то фразах из фильмов, из аниме, из комиксов. Именно максимально крылатые вещи мы сейчас хотим услышать. Нет, я официально отказываюсь някоть, окей? Вот все что угодно, кроме вот этого. А погоди, с этим какой-то случай связан? Ты встречался с кошечкой? Да, у меня когда-то в детстве выросли яйца, и с тех пор я отказываюсь някоть. Так случилось, что это несовместимо, в принципе. Сейчас только газ ему в голову. Ты получишь огромную ненависть от всех парней в кошачьих ушах. Поэтому будет попроще. Вы знаете, на что вышли. Знаете, я в своей жизни, наверное, готов принять ненависть от парней с кошачьими ушами. Вот. Нет, я сейчас чуть-чуть еще подумал. Да, готов. Это как бальзам для нас. Ненависть от парней с кошачьими ушами — это прям то, в чем я выкупался с удовольствием. Ну, давай начнем. Для Сержа первая фраза. Для Сержа первая фраза. Давай начнем с самого дружелюбного соседа во всем мире, с Человека-паука. Слова, известные всем тем, кто хотя бы раз смотрел сериал, фильм, и те, кто тридцать тысяч раз смотрел, как дядя Бен умирает. Если вы не знали этого, это уже давно не спойлер. Спойлер. Все. Я так и знал, так и знал. Наперед думал. Да, правильно. Итак, чем больше... Серж, смотри. Чем больше сила, тем больше ответственности. Да достаточно, достаточно, что-то еще шестер. С большой силой приходит большая ответственность. Поддерживаешь режиссера, что подкрутил так. Шикарно. Профектно быстренько подкрутил. Стас, была для тебя у меня специальная фраза. Погоди, погоди, погоди. Приветствия, приветствия, то самое, которое мы тысячу раз слышали в начале любого видоса. А, окей. Давай вот с него начнем, мне кажется, будет самое главное. Учтите, что я в такой позе это буду делать. Тебя реально Серж может подержать микрофон? Я не буду ставить этим микрофон между ног. Перестаньте, я буду спросить. Ребят, давайте так. Я слишком занят тем, что я окупаюсь в ненависти от парней. Да, согласен. Светлана, у тебя есть своя задача. Итак, Стас, давай, знаменитая фраза. Что? Какая? Чья? Начинается с «и». Что? Нет, привет, я Стас Давыдов. Она начинается с «при» и заканчивается «вет, я Стас Давыдов». Все. Ну, хорошо, я, кажется, догадался, о чем мы. Точно? Ладно, сейчас проверим. Давай, давай, давай. Привет, я Стас Давыдов! Точно. Сыка. Это ужасно. Ой, я назначаю тебе. Да. Мне очень щекотно. Пуцка. Шарик щекотнуло губу. Я чуть не засмеялся фальштантом. Ой, а я опять вернулся немножко. А, фишка этого процесса, что он же оседает в легких и еще иногда выходит такими… Он обычно не выходит вообще, но это уже другой вопрос. Ничего, зря встретимся на реабилитации. Да, он все тяжелый. Вы не поверите, насколько этот шарик неестественно тяжелый. Он как бы, ну, прям… Кажется, что в него чего-то наложили. Ну, в смысле, ну-ка. Ну, вы поняли. Вот. Ну, да. Окей. Шар, в который что-то наложили, теперь у Сергея. Сергей, давай твою фразу. Также мы продолжим путями комиксы. Наверное, фраза, с которой, на самом деле, начиналась вселенная киношная Марвел. Просто это представление Тони Старка. Я железный человек. Все. Будет неловко, скорее всего. Потому что я не очень-то железный, но ладно. Не, у тебя голос сейчас будет как надо. Давай. Ну, конечно, и в голосах немного. Я железный человек. Все? Это неправда. Все камеры. Старс. Старс, вот все. Теперь то, что я для себя приготовил. Прям. Поскольку мы всю и все культуры, няконь не надо. Но есть культура, мы должны ее задеть. Тебе следующая фраза. Саске, вернись в деревню. Да, это годится, это меня устраивает. Да, няконья нету. Все, послушай. Но это уже не тут. Саске! Вернись в деревню! Даааа! И пожалуйста! Какая-то это закончится, почему я продолжаю все еще так говорить. Слишком много вдохнул кажется. Все навсегда такое. Да, и ты язык «О!» Кажется заканчивается. И я еще сейчас выдохну. Да, еще и немножечко выходит. А я вам дам небольшой совет, на самом деле, чтобы он легче выходил, надо немного расслабиться. В идеале микрофон вот так поставим, и все, и вот так вниз выдохнуть, и все. А ты опа! Немного дверка помогает. На руках постоять там вот это вот, да, все. Окей, давайте двигаться дальше, еще попали в фраз. Будем уже у гостей спрашивать, легендарная крутая фраза «Кричи!» Да не ты кричи, ты кричи! Кто ты? Детонатор. О, отлично! Это будет даже не слишком уместно, мне кажется. Где детонатор? Где? Ты так интеллигент, ты смотришь, пожалуйста, скажи. Подскажите, где детонатор? Очень надо! Дело в том, что я Бэтмен. И мне нужен детонатор. Ребята, кто-нибудь? Кто-нибудь детонатор видел? Нет? Пожалуйста. Это очень долгий газ. Отлично, отлично. Давайте вот… Сейчас, сейчас. Демон ночи. Вот давай. Ты-ты-ты. Говори. От души. Давай. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы тоже необходимые. Но фразу, наверное, нужно найти кому-то. Ещё. О-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Да давай так. Ты скажешь это как бы не своим голосом? Ребят, это же ваше слово. Поэтому можно и яг〜ть. мне аж интересно, на самом деле, я тоже не хочу сказать немного давай античность она же, да, мне кажется, я все, я никого не... мне нужно, подождите, чтобы он из меня вышел я не могу, бред какой-то, он все еще из меня выходит почему так долго? мне не нравится о, все, о, о, все фух, все, ребята, будем тут сейчас заканчивать, чтобы еще немного... мне нужен какой-то очень большой человек, знаешь, который меня будет переворачивать и будет тряхивать из меня это дерьмо мне страшно прямо не, это прямо напоследок напоследок, еще в одной индивидуальной фразе и потом уже будем заканчивать давайте, ребята, вот, вот, человек крот, давай че? а, за ардом, господи за арду не, не что чувак смотри, в твое время было за арду а сейчас за раааааарду на дороге на дороге ну потому что где-то было три лишних ур н не заводись звучало как будто ты урурукаешь ну, у меня немного урурук бывает аааа, в общем надо сказать максимально шо... это за уар до Ты понимаешь, что такое «заварда» еще не в курсе? Да, да, я понимаю. Наверняка. Я понимаю? Да. Я запомнил буквы, я скажу. Давай-давай. Заварду. Я даже сексуально. Ну, интересно, можно попробовать говорить «тонкий пол». Ну, как бы вдохнуть и писклявить. Нам денег не хватило на эти шары, поэтому... Я ей просто сказал, вдохнув этот газ, пытаться писклявить. Да? Кстати, сейчас можешь попробовать как раз на следующей фразе. А он уже вдохнул. Ну, не, получается. Оно, знаешь как, оно типа... Я как дебил звучит. Не понравилось. Я звучу как трансвистин. Вот как тот, на самом деле, честно говоря. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Нет, я не говорю, что ты говоришь что-то плохое, просто я непривычно от себя такое слышать. Так. Что? Давайте финальную фразу для Стаса. Сейчас, сейчас. Да тихо ты, ты не кричи, ты будь хорошим, уже вежливым молодым человеком. Вот смотрите, у него огромная рука, есть проблемы в жизни, видимо, с такой рукой. Человек с огромной рукой. Ага. А, господи, видос. Седьмой элемент. А некоторые... Ну вот я попробую, вот реально с этим вот. Которые... Да. Ну попробуем, кстати, интересно. Ну давай, реально мне тоже самое интересно. Так, ну подождите. Господи! Вы бы не хотели, чтобы с вами ночью кто-нибудь подворотню так заговорил? Правда? Да. Здравствуй, мальчик! Как у тебя дела? Да ладно, еще не вышло. А нет, вышло. Все вышло, да. Ну все, пора завершать. На самом деле, друзья, ну и мы предлагаем последнюю фразу, чтобы вдвоем от вас услышать. В общем, раз так, шестьсот, сколько... В общем, очень много раз на тебя. Слышали от вас вдвоем, пока ни разу. Фраза очень проста, начинается на «и» и заканчивается... Это хорошо. На «у». На «у». Давай, какую-нибудь интригу оставим. Идеально. Хитер. Хитер. Нам нужно как-то синхронизироваться. За столько лет вы уже должны были синхронизировать? Мы вдруг, у нас миноциклы только, если синхронизировать. Как бы специальной фразы нет. Так, ну, сейчас. Ну, главное, если потом в туалет пойдете, держите микрофон. У тебя очень много времени просто. Представьте их здесь уже. Зачем тебе две руки с тобой петхать? Сжимаю сильно. Я боюсь его уронить. Окей. Он тяжелый, я согласен. Поддерживаю просто. Парадон. Итак, друзья, поддержим. Приготовьтесь. Ваши видео и фотокамеры. Поехали. И унесу вам. И это хорошо. Спасибо за это. Все равно прекрасно. Я очень много вдохнул. А я на... А вдруг я только останусь. Помогите. Это мне кошмар. Зато теперь с таким голосом под офисом «Сини Проджект Райд» будет хорошо стоять. Знаешь, потому что мне нужно что-то сексуально сказать. Таким голосом выйдет Геральд. Сейчас, что есть такого сексуального... Сейчас. Блинчики. С... А, уже закончилось. Простите. Все, сексуальность закончилась. К сожалению. Только на блинчике. Только на блинчике хватило, но блинчики и так достаточно сексуальные. Ну что, друзья, исполнялось впервые ваши аплодисменты! И, ребята! Это... Ну ты конечно молодец. Ты подходишь по себе на концу. Но есть пара моментов, которые мы обязательно должны с вами, ребята, совместно сделать. Ага. И тогда уже будем завершать. А ранее у нас проходил лайв-дефиле на нашей малой сцене, флэштейдж. Который лично продвел Стас. Там было порядка... Ой, ё-моё, сколько? Сто один? Сто один... Да, сто одиннадцать участников. Сто одиннадцать участников. Кошмар какой. У нас девяносто было в прошлом году, в прошлом еще меньше, еще меньше, еще меньше. Так вот, завтра пройдет у нас глобальный конкурс одиночного дефиле. Впервые у нас будет сто участников. Для сравнения... Я рада, что вы меня слушаете, продолжайте. Хорошо. Для сравнения прошлом... Очень интересно. Я понимаю, да-да-да. Для сравнения прошлом году было шестьдесят человек, и поэтому это будет новый рекорд, я считаю. Да, вполне. Поэтому мы даем возможность одному участнику... Изглавить... Дефиле... Да не-не-не... Никит, куда ты идешь? Никит, вернись. У нас там есть готовый человечек, который вынесет. Наш герой. Наш самый классный. Я попрошу вынести подарок... Человека-паука! Вашего эсменты! Дефиле! Спасибо. Простите. Именно такой звук делает человек. Но не паук, разометьте. Уважаемый Стас, раз ты, собственно, зачитывал live-дефиле, у меня здесь просто подарок... Тебе нужны мои сильные руки, да? Мне нужен твой мощный... Мой мощный рот, да. Это ты сказал? Ну... Что тут вскоре-то? Я попрошу тебя сейчас зачитать имя победителя, и я хочу только сделать небольшую подоплеку, прежде чем мы это сделаем. Ты уже его видишь, ты уже... Я абсолютно согласен. Я, кстати, тоже... Я, кстати, тоже... Я просто буду небольшое плеснение... Красивого, да? Это не самый сложный костюм. Это не... Как его сказать... Не самый детальный, наверное. Но это самый оригинальный костюм, сто процентов. Нормальный гениальность и простоте. Все в порядке. Да, и я к чему это веду, что в номинации live-дефиле это ценится больше всего. Больше всего. Поэтому самый оригинальный, самый крутой пол. Ваши образы заслуживают дополнительного внимания. И поэтому победитель в номинации live-дефиле и завтра отправляется в одиночный дефиле. Вот даже так. Дарья! Со своим косплеем Крика Эдварда Бунка. И я не знаю, где-нибудь... Вот! Прекрасно! Прикольно! Беги сюда скорее как-нибудь, с любым способом. Да нет, нет, там лестничка есть. Лестничка прям... Не надо запасать, здесь есть лестничка. Вот так, вот так, отдыхай, отдыхай. Для меня плохо, никто... Ну, я бы человек не раз на сцене. Тогда вот. Вот сюда, да, вот здесь иди на гол. Ах, голы жизни. Друзья, товарищи, если у вас нет, просто... По-первых, нет. По-первых, хватает. Нет, сначала встань и сделай вот так то, что... То, что нужно сделать тебе, покажись. Ха-ха-ха-ха. Дана, народный сын, конкурс Сабирь, выложит по всей депиле! А теперь делай эту эмоцию своему деплогу. Ну, очень круто, да, это действительно круто. Ну, конечно же, конечно же, возьмите подарочек, пожалуйста. Я понимаю, у вас обзор немного затруднён, как вот это вот так вот поворачивается, да. Но, скорее всего, хорошо слышно ещё куда нужно. Улыбнись, улыбнись всем. Дисменты ваши, это действительно... Друзья, ваши аплэсменты, мы тебя ждём за сцены. За сцены примерно после окончания, ближе к 7 часов вечера, мы тебе всё расскажем. Благодарю ваши аплэсменты! Спасибо тебе! Да, друзья, именно так. И прежде чем мы уже окончательно пойдём отдыхать, ребята, наконец, поедят, мы же даже не знаем, что к замотам бедных наших гостей, что они даже не будут времени пообедать. Я просто хочу предложить вам и всем нашим зрителям посмотреть, что же нас ожидает завтра. И чтобы вы все были к этому делу максимально готовы. Поэтому давайте немножечко по-хорошему надо разойти, чтобы у нас было хорошо видно экран. И поэтому, друзья, узнаем же, что же... В смысле, не мешаться, я понял, я понял. Ну, сейчас... Ну, это вы так и сказали, как я... Давайте секунде, вам видно, мы потом сядем обратно, потом всё это сделаем, я вам покажу. Да, расскажу. Стармонент, на экран! Итак, друзья, завтра здесь, на этой сцене, будет проходить ровно две ночи...